В последнее время на территорию Алтайского края все меньше и меньше приезжают иностранных граждан. Это связано, конечно, с пандемией. Но с 29 декабря вступает в силу новое законодательство, как изменится правило пребывания иностранцев. Об этом сегодня поговорим в студии с начальником отделения организации миграционного отчета УВМГУ МВД России по Алтайскому краю Ольгой Алексеевной Татарниковой. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, давайте начнем нашу беседу. И первый такой простейший вопрос. Сколько иностранцев, иностранных граждан приезжает к нам на территорию Алтайского края? Алтайский край у нас имеет приграничный статус, и это, конечно, сказывается на количестве иностранцев, въезжающих на территорию Российской Федерации. Если рассматривать цифры этого и прошлого года, то границу Российской Федерации, которая проходит через территорию Алтайского края, пересекли 150 тысяч по 150 каждый год на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан. Большая часть из них проследовала транзитом через нашу территорию. В прошлом году на учет по месту пребывания, то есть из тех лиц, которые въехали, было поставлено 38, чуть больше 38 тысяч иностранных граждан. В этом году их количество составило за 11 месяцев чуть менее 50 тысяч. То есть главная разница, почему такие цифры, это, конечно, пандемия и закрытие границ? Да, конечно. С 2020 года, с марта месяца, было принято распоряжение правительства номер 635Р, которым ограничен въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан. И сейчас есть возможность въезжать на территорию лишь определенным категориям. Вот давайте уже затронули мой второй вопрос. Что это за категории, с какой целью иностранные граждане к нам приезжают и чаще всего с каких стран? Конечно же, это наибольшее количество въехавших на территорию Алтайского края, это граждане Республики Казахстан, поскольку мы граничим с этим государством. Приезжают иностранные граждане в целях осуществления трудовой деятельности, либо в гости к своим близким, родственникам и друзьям. Ну, сейчас у нас такое тяжелое время, да, для многих коронавирусная такая мера жесткая. А как изменился въезд на территорию Российской Федерации и Алтайского края для иностранных граждан, когда появилась пандемия? Когда появилась пандемия, ограничили пересечение государственной границы, да, и постепенно возобновляется авиасообщение. На сегодняшний день более чем с 80 государствами возобновлено авиасообщение, в том числе и с Казахстаном, да, с Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном. Авиасообщение на сегодняшний день есть. Почему я говорю в основном об этих государствах? Потому что наибольшая часть граждан, въезжающих на территорию Алтайского края, это граждане указанных мною государств. А с какими государствами сегодня у нас уже, может быть, ну, помимо тех, которых вы назвали, планируется открыть уже, может быть, и транспортное общение, так скажем? Имеете в виду уже дорожное сообщение? Да, да, да. Ну, тут невозможно сказать, поскольку мы это уже узнаем по факту, да, когда оно возобновлено, в распоряжение правительства, о котором я говорила, вводятся, вносятся изменения, ну, и, соответственно, с этого момента граждане могут пересекать государственную границу. Ну, и также иностранные граждане, вот сейчас, да, когда хоть и разрешено авиасообщение, да, давайте так это назовем, они должны же предоставлять и справки, да, также специальные с ПЦР-тестами, не знаю, там, на отрицательный положительный результат, если есть у вас такая информация. Я такой информации, конечно, не могу сказать, какой там перечень документов для того, чтобы им разрешили, да, пройти в самолет, потому что все-таки органы миграционного учета этим не занимаются. Ну, я думаю, все равно было интересно. Главная тема, с 29 декабря вводится новое законодательство, да, в силу вступает, в чем его главная суть и что поменяется? С 29 декабря будут внесены изменения, вернее, они уже вступят в силу с 29 декабря в 115 федеральный закон о правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации. Данными изменениями предусмотрено, что иностранные граждане, въезжающие к нам в целях осуществления трудовой деятельности, либо с любой другой целью, обязаны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Для граждан, въезжающих с целью осуществления трудовой деятельности, установлен срок для прохождения этих процедур 30 дней с даты въезда. Для иностранных граждан, въезжающих сюда с любыми другими целями, но на срок свыше 90 дней, установлен срок 90 дней с даты въезда. То есть те, кто приехал в гости на 2-3 дня, у них такой обязанности не появится. То есть если уже на долгое время? Да, более 90 суток, потому что 115-м федеральным законом, о котором я говорила, предусмотрено, что иностранные граждане могут у нас находиться непрерывно, либо суммарно в течение 180 суток не более 90 дней. Но сейчас все-таки есть категория у нас иностранных граждан, которые имеют право находиться свыше 90 дней. Это студенты, которые обучаются в образовательных организациях края, это лица, подающие документы для оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство, лица, заключающие трудовые договоры для осуществления трудовой деятельности, оформляющие патенты, дающие право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Они все имеют возможность находиться здесь более 90 суток. Вот именно для этой категории будет обязательно процедура прохождения обязательной дактилоскопической регистрации. А куда им обращаться, в какое отделение, в какой центр и какие документы надо? То есть может прям перечень, чтобы было все понятно? Да, для того, чтобы пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, иностранный гражданин сначала должен получить медицинские документы, подтверждающие, что он не болен СПИДом, опасными заболеваниями для населения. Для этого он должен получить в медицинской организации документ, подтверждающий прохождение обязательного медицинского освидетельствования. И уже с этим документом, ну и соответственно с документом, удостоверяющим личность, он приходит в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел, по месту его постановки на миграционный учет и проходит обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. А есть категории граждан, которым не нужно проходить данную категорию? Конечно, федеральным законом предусмотрено исключение для граждан. Это лица, не достигшие 6 лет, граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые уже проходили процедуру обязательной дактилоскопической регистрации. То есть эта процедура не совсем новая для нашего законодательства. Эту процедуру, я говорю сейчас о обязательной дактилоскопической регистрации, проходят иностранные граждане, обращающиеся к нам за оформлением разрешения на временное проживание, вида на жительство. Те, кто получают патент, они уже давно у нас проходят эти процедуры. Ну и давайте немножко такая острая, возможно, тема для тех граждан, которые захотят избежать по каким-либо причинам данную процедуру. Что их ждет, какие могут быть для них наказания? Да, на сегодняшний день в административном либо уголовном кодексе не предусмотрено каких-либо мер к такой категории иностранных граждан. Но предусмотрена процедура сокращения срока пребывания на территории Российской Федерации такого иностранного гражданина. То есть лицо приехало для того, чтобы, допустим, обучаться, но при этом не прошел обязательную дактилоскопическую регистрацию. Органам миграционного учета будет принято решение о сокращении срока пребывания, о чем он будет, уведомлен. И с этого момента у него будет три дня для того, чтобы покинуть пределы Российской Федерации. Ну то есть планы его, я так думаю, будут нарушены. Но обязанность по выезду у него будет. А вот в случае, если он будет уклоняться от выезда из Российской Федерации в течение установленных трех дней, он будет подлежать депортации. А были уже подобные случаи или какие-то, может быть, мелкие правонарушения по данной процедуре, по приезду? Поскольку эта норма вводится только с 29 декабря, конечно же, говорить о каких-либо... А может быть, что-то предсказываете, может быть, что-то подобное? Будет ли? Мне бы не хотелось предсказывать такие негативные последствия для иностранных граждан. Я думаю, что все будут исполнять законодательство Российской Федерации и проходить эти процедуры. Ну а то, что на территорию Алтайского края меньше иностранных граждан приезжает, по вашему мнению, это все-таки как-то повлияет на какую-либо сферу в нашем регионе? Нет, дело в том, что если в 2019 году у нас количество иностранных граждан пребывало в 4 раза больше, чем, допустим, в 2020, либо в 2021 году, то в любом случае большая часть из них выехала за пределы Российской Федерации. И непрерывно здесь свыше 90 суток находилось порядка 20-22 тысяч. Это же количество находится и на сегодня иностранных граждан, которые пожелали остаться здесь на срок свыше 90 дней. Но опять же, с прошлого года, с введением ограничительных мер, иностранные граждане тоже не могут покинуть пределы Российской Федерации. Некоторые государства до сих пор нет авиасообщения у нас с Турканистаном, с рядом других государств. И указом президента Российской Федерации номер 364 от 15 июня текущего года предусмотрено, что сроки их пребывания на территории Российской Федерации, сроки постановки на миграционный учет приостанавливаются до истечения 90 дней с момента возобновления транспортного сообщения с этим государством. То есть, несмотря на то, что иностранный гражданин, допустим, прекратил обучение в каком-то вузе, он все равно может здесь находиться, пока не будет возобновлено транспортное сообщение с его государством. То есть, пока все не будет опять открыто и будет возможность уехать домой? Да, конечно. Никто не обязывает в данный момент его покидать территорию Российской Федерации. Но при этом нужно отметить, что очень много на территории края на сегодняшний день находятся иностранных граждан с частной, с коммерческой, с учебной целью. Студенты отчисляют их, либо по собственному желанию отчисляются, либо за какие-то проступки. И они продолжают находиться на территории Российской Федерации. Возможно, даже желают осуществлять трудовую деятельность, но при этом законодательство ранее не предусматривало возможность оформления патента для осуществления трудовой деятельности. В настоящее время такая возможность есть. Она также предусмотрена указом президента номер 364, о котором я говорила. И до 31 декабря, то есть осталось уже совсем немного времени, они имеют возможность обратиться в подразделение по вопросам миграции на Шевченко-170 в городе Барнауле для того, чтобы оформить себе патент на осуществление трудовой деятельности. Граждане стран Евразии смогут заключить трудовой договор, и срок их пребывания будет законным на весь период действия этих документов. Поэтому мне бы хотелось сказать непосредственно иностранным гражданам, пользуйтесь данной возможностью, оформляйте разрешительные документы, и вы сможете находиться, работать на территории Алтайского края, обеспечивать себя и тех, кто с вами здесь находится. А были какие-то случаи нелегалов, так сказать, когда приезжали на территорию Алтайского края, например, как я понимаю, чтобы учиться и работать, нужны разные, так сказать, процедуры для приезда? Да, для того, чтобы работать, необходимо, чтобы иностранный гражданин въехал сюда именно с целью работы. То есть при пересечении государственной границы он заполняет миграционную карту и указывает, с какой целью он сюда въезжает. И в последующем эту цель он должен соблюдать. Да, но если мы коснулись темы студентов, то студенты имеют возможность осуществлять трудовую деятельность, свободное от учебы время. То есть не заполняя особый документ, да? Да, да. Все остальные категории, вот с частной целью въехавшие иностранные граждане, они обязаны оформить разрешительные документы. На этом наше время к большому сожалению подходит к концу. Я напомню, что мы сегодня говорили с начальником отделения организации миграционного отчета ОВМГУ МВД России по Алтайскому краю Ольгой Алексеевной Татарниковой.